Привет, бойцы! С вами проект Муай Тай Сикея, я Вашенька Виталий. Продолжаю свою серию видео уроков Муай Тай в домашних условиях. Сегодня у нас уже третья тренировка на эту тему. Сегодня будем делать акцент на боковых ударах руками и коленях. Поехали! Ну и как обычно, мы начинаем тренировочку с разминки. Всегда об этом говорю перед каждой тренировкой. Или делаешь пробежечку на улице, если есть такая возможность, там 10-15 минут. Или дома, если мало места, просто все в движении. Начиная с головы, кисти, предплечья, плечи и все. Корпус, наклоны, повороты. Все, что делал на физкультуре в школе. Если ты физкультуру прогуливал, значит ты жирный кабан, который просто смотрит это видео по приколу. Но если ты решил таки смотреть это видео, то ты имеешь какие-то понятия, хотя бы элементарные разминки. Махи поделаешь. И обязательно после разминочки мы делаем растяжку. Это выпады, перекаты. Сидим на полу, тянемся за носочки. Делаем шпагаты. То есть самые базовые упражнения для растяжки. Все, все, обязательно это нужно делать перед каждой тренировкой. Еще раз повторяю, на каждой тренировке это повторяю. Разминка должна занимать от 10 до 20 минут. Обязательно. Засекай себе время и разминайся. Если ты не засекаешь время, она у тебя будет занимать 3 минуты и свободен. Итак, переходим к основной части нашей тренировки. Первый раунд. Как обычно, тренировка у нас разбита на раунды. Каждый раунд 3 минуты работы. Между раундами минута отдыха. На первой тренировке я это все объяснял. Тебе нужен будет или таймер, или секундомер, чтобы засекать это все. Таймеры можно скачать у вилплея, где угодно. Сегодня мы работаем. Прыжковая тоже разминочка у нас будет. Начнем. Первый раунд. Это прыжки, но не на скакалке, как обычно. А скакалка нам надо будет просто как за линией. Нам нужна будет линия. То есть это может быть у тебя или просто ложишь скакалку, как линию, или дома там какой-то стык паркета, там какой-то рисунок на полу. Не важно. Ты просто делаешь, тебе нужна условная линия. Мы ставим ножки через линию. Левая вперед, правая назад. И на носочках без остановки постоянно прыгаем через линию. Все. Упражнение называется прыжки со сменой ног. Ручки держим возле подбородка. И просто прыгаем. Таким образом ты прыгаешь 3 минуты. Раунд. Пропрыгал. Минутка отдыха. И следующий раунд. Второй раунд. У нас будет бег через линию. То есть каким образом это происходит. Встаем перед линией. Лицом к линии. С левой ножки делаем. Раз, два, вперед. И с левой же ножки 3-4 назад. То есть у тебя получается. Раз, два, три, четыре. Два вперед, два назад. Все время начинает левая нога. Особенности этой работы. Во-первых, когда ты делаешь бег, корпус и голова, то есть стоят практически на месте. У тебя работает только низ тела. Только ножки. Ты не должен заваливаться вперед. Бегать туда-сюда. Потому что ты будешь терять баланс. Второй момент. Не делать большие шаги. Начинают ребята делать такими шагами, как слонопотамы. Так не получится. Максимально короткий шаг через линию. То есть твоя задача. Максимальная скорость. И пошел. Голова на месте. Корпус на месте. Работаешь только носочек. Таким образом, три минуты. Это тяжелое упражнение. Если его делать правильно и быстро, оно довольно тяжелое. И последняя наша работа. Нам уже не надо линия. Ты просто прыгаешь. Ножки вместе. Ножки в рост. Ручки возле подбородка. Все. Раз, два. Все легко, просто. То есть ножки вместе и ножки на ширину плечет. Ничего сложного. Казалось бы. Ну, когда ты пропрыгаешь три минутки в таком режиме, ты поймешь, что к чему. Это наши первые три раунда. Итак, переходим к следующему отрезочку. Это бой с тенью. Сегодня работаем бой с тенью с гантельками. Тебе понадобятся или килограммовые гантельки, или, я уже говорил, там, бутылки с водой. Просто набрать какие-то там литровые. Это будет килограмм тот самый, там, пол-литровые. Не важно. И сегодня первый раунд с тенью. Мы работаем левый боковой, правое колено. Все. Два удара. Какая суть этой работы? Несколько важных моментов. Во-первых, боковой. Боковой, сразу отвечу на ряд вопросов. Очень много меня спрашивали, как бить боковой. Или сбоку, то есть, или кулачок держим, когда называется кружкой удар. То есть, когда пальцы на себя повернуты. Или пальцы вниз. То есть, как бить правильно. Нету правильно и неправильно. Ребята, все бьют так, как хотят. Кому как удобно. Лично мое мнение вам говорю на этот счет. Когда мы бьем короткий удар, и в основном это левая рука, например, левой рукой, всегда я бью кружкой. Или, если это близкий удар до правой, тоже кружкой. То есть, если рядом, если у меня есть возможность держать локоть в 90 градусах, тогда я бью короткий удар кружкой. Если это длинный удар, особенно правой ручкой, да, там бью, как бы длинный боковой или оверхэр, тогда удар получается пальцами вниз. Потому что моя цель ударить куксами. Двумя куксами. Если я на длинной дистанции попробую бить кружкой, я повыбиваю себе фаланги пальцем, и будет травма. То есть, удар будет ладошкой. Поэтому я бью через ручку, да, вкручиваю туда и бью костяшкой. Но короткий удар этой же правой ручкой. Если противник рядом, делает ручку вон какой-то, я бью коротко кружкой. А так, если длинный, бью пальцами вниз. Все. Сразу я половину комментариев, да, отрезал этими объяснениями. Но ты тоже напиши в комментах, как ты бьешь, как тебе удобнее. И по общему мнению мы потом подытожим, кому как удобнее и какой удар более эффективный. Кружкой или пальцем вниз. Итак, четвертый раунд нашей работы. Левый боковой. Его мы бьем кружкой, определились. Обязательно локоток согнутый, 90 градусов. Обязательно правая ручка возле подбородка. Обязательно левая ножка на носочке вкручена. Таз вкручен, плечо даже вперед. Вот твое конечное положение. И назад мы возвращаем. Локоть. Оп. Отсюда. Пробили, вернулись. Пробили, вернулись. Колено мы добавляем уже только после того, когда вернулась ножка. Раз. Боковой вернули. Два колена. Когда бьем колено, плечи немножко выходят назад, таз вперед. И выдох. По технике удара у меня есть отдельный видеокурс. Ты можешь его скачать бесплатно в описании под видео. И обязательно пройти эту технику базовых ударов. Прежде чем работать в комбинации, надо четко понимать, как бить одиночный удар. Немножко отступление. И поехали. Левый сбоку. Правое колено. И еще раз. Вкрутились. Вернулись. Вытянули колено вперед. Колено объемом. В животик. Солнечное сплетение. Правая ручка. Возле подбородка. Раз. Два. Таким образом ты работаешь три минуты. Просто набрасываешься. Бам. Бам. Следующий раунд. Семь у нас будет правый боковой и левая колена. Как бы та же работа, но зеркальная. В чем ее особенность? Особенность ее в колене. Правый сбоку. Мы бьем длинным. Здесь уже пальцы я держу вниз. Вью костях. То же самое все. Локоток согнутый немножко. Ножка вкрученная. Таз вкрученный. Крючок вперед. Положили. И с этого положения я возвращаю локоть и делаю разножку. То есть прыжком я меняю ножки. Когда я меняю ножки прыжком, я заряжаю свою левую ногу с носка и сажу туда колено. Опускаю я ногу после удара вперед. И таким образом мы работаем. Правый сбоку. Разножечка. Левая колена. Еще раз. Вкрутились. Разножка. Пробили. Раз. Два. Три. Вытягиваем себя. Еще раз. Когда бьем колено, таз вперед, плечи назад. Раз. Два. Три. Обязательно выдох. Четкий выдох под каждый удар. И еще раз. И заключительный наш раунд с тенью. Третий раунд с тенью. Мы работаем все это дело вместе. Получается четырехударная комбинация. Начинать ее можно как с левой ручки, так и с правой. Для начала поработаем с левой. Левый сбоку. Раз. Правая колена. Два. Вернулись в стоечку. Сразу. Правый. Три. Разножка. Четыре. И все вместе. И еще раз. И теперь справа ручки. Правый. Левый. Левый. Правый. Это комбинация для ближней, средней дистанции. Очень хорошо заходит. Очень хорошо. Боковой бьешь, добавляешь животик, добавляешь боковой и опять животик в печень и в желудок. То есть мы бьем сбоку противник. Закрывается грухая защита. Коленом бьем или в живот, заставляя его раскрыться. Или бьем голову между перчаток, если он наклоняется. Правый сбоку добавляем уже в открытую голову. И с разножечки колено в печень зарабатывать. Вот таких три раунда стеней. И переходим к самой тяжелой части наших тренировок. Это работа на мешочке. Работаем на мешке в таком же режиме, как мы работали с тенью. То есть три раунда с теми же отработками, которые мы делали с тенью. По мешку. Говорю на каждой тренировке. И еще раз говорю, мешок обязательно надо иметь. Есть его различные варианты, различные варианты, как сделать мешок. Я их напишу здесь сразу. То есть самые простые, чтобы каждый раз не повторять, я их вам просто напишу здесь, как видите. На каждой тренировке пишу и под каждым видео мне пишут, у меня нет мешка, что делать. Поэтому начинаем наш первый раунд на мешочке. Время пошло. Засекаешь левый сбоку и правое колено. На мешочке очень важно почувствовать боковой. То есть очень важно. Боковой бьют по-разному. Опять как и кружка, пальцы вниз. Кулак ставят по-разному. Вот так и бьют по-разному. Кто-то боковой затягивает. То есть делает такой чирк. Я против таких ударов. Я всегда даю ребятам бить в точку. То есть когда ты бьешь боковой, у тебя ручка должна, кулак четко влипнуть. Ты как бы должен влезть в центр мешка. Залезть туда, прилипнуть. И когда у тебя кулачок прилип, тогда ты возвращаешь локоть. Не кулак возвращаешь к плечу, делая чешущий удар. Чухаешь по мешку. А именно после удара возвращаешь локоть. Тогда удар будет жестким. Ты как бы всю силу направляешь в одну точку. А не размазываешь ее по мешку. То есть и не размазываешь ее по цели в бою соответственно. По колену. Колено точно так же. Можно бить после бокового. Или прямое, мы бьем в животе. Или сбоку бьем круговым ударом. То есть удар наносится внутренней частью колен. То есть мы бьем сбоку, если противник стоит очень близко, там закрылся от бокового и ушел в глухую защиту. Тогда мы бьем под ребро, под нижние ребра, за локоть. Сюда. На мешочке ты можешь отрабатывать и такой, и такой вариант. Итак, поехали. Левый сбоку и правое колено. Колено входит опять-таки по-разному. Поэтому, когда я работаю, ты можешь увидеть и прямое колено, и сбоку. Я сразу себе имитирую разные варианты. И еще раз. Крутиться четко боковой. И колено. Это все двумя ударами. Одна серия. Одна серия. Взрывная манера. Каждый удар максимально сильно. Обязательно работай на перчатках. Опять-таки, в каждом видеоуроке говорю, на каждой тренировке говорю, или бинты, или битки, или беспалые перчатки, но у тебя должна быть защита на руках. Обязательно. Поехали. Еще раз. Отработал на силу. Переходим к следующему раунду. Правый сбоку, левое колено с разножки. Обязательно с разножки. Правый боковой. Бьем пальцы вниз. То есть, вкручиваем костяки. Точно так же кулачок должен влипать в цель. Четко, сильно. На мешках практически всегда работаем на силу. То есть, первостепенный акцент мешка – это сила. Поехали. Правый сбоку. Разножечко. Оп. И колено. Ищ. Точно так же. Или прямо, или сбоку. И поехали. Два удара. Два удара. Два. Четкий, сильный. Ручку вкрутить, корпус положить. Обязательно правая ножка должна вкручиваться. Ищ. Отработал раунд. И последний, третий, заключительный раунд. Бьем все вместе. Четыре удара. Или слева, или справа. И левый. Ищ. Правый. Ищ. Правый. Ищ. Левый. Ищ. Это тяжелая работа. Особенно, когда ты будешь бить на силу все четыре удара. И стараться держать при этом темп. То есть там делать 2-3 секунды отдыха между сериями, не больше. И такая работа. И в таком режиме всаживаешь, разбиваешь на кухом мешок. Твоя задача сила. Сила, еще раз сила. И когда будет сила, добавлять в эту силу темпа и скорости. Тогда эта сила перерастет во взрыв. Это самое страшное и самое эффективное. Итак, наш заключительный раунд перед заминочкой будет стеннисный мяч. Стеннисный мяч. Это тот снаряд, который тебе тоже будет необходим. Я об этом уже говорил. Мы будем сейчас пробовать развивать боковую удар. То есть сделать его скоординированным, быстрым и четким. Работа очень простая. Ты. Два варианта есть. Скажем так, мы сегодня начнем с первого. Будем бросать мячика в пол. То есть твоя задача какая? Бросить мячика в пол. И когда он поднимается на уровень подбородочка, схватить его боковым ударом. Понятно. И еще раз. Бросил. И схватил. Вот мячик здесь. Фокус. Ап. Этот боковой должен быть молниевоский. То есть как в цирке. Ап. Бьешь и непонятно. Или ты мячик отбил, или ты его схватил. Но задача именно схватить. Конечно, он у тебя будет летать во все стороны. Поэтому на стадионе лучше это упражнение не делать. Потому что будешь сдавать просто по бегу вместо боковых. Но дома можно вполне мячику далеко лететь не будет. Бросил от пол. И схватил. И левой, и правой ручкой. Схватил левой. Бросил левой. Правой добавил. Бросил правой. Ап. Левой схватил. Бросил. Схватил. Бросил. Схватил. Ап. Это упражнение развивает точность. Тебе надо четко попасть по мячу. Развивает рефлексы, реакцию и координацию. То есть надо мячик еще этот схватить. Не всегда это будет получаться. У меня тоже не всегда получается. Вот как сейчас. Но в таком режиме ты работаешь 3 минуты. Наш раунд. Можешь, если не получается, сразу поделать на одну ручку. Потом на вторую. То есть упражнение не тяжелое. Оно больше на соображалку. На координацию. А не на физику. Работаем. Итак, переходим к нашей заминке. Сегодня заминку делаем тоже в режиме 30-30. То есть 30 секунд работы. 30 секунд отдыха. И в этом режиме у нас будет 5 упражнений. Это один круг. Таких кругов нужно сделать от 2 до 5. Все по твоей личной физическому состоянию. Да, потому как ты устал после тренировки. Как себя чувствуешь. Первое упражнение. Прыжки со сменой ног. Встаем. Прыжки со сменой колен. Правильно. На одно колено встаем. Ручки возле подбородка. Выбрыгнули. Поменяли колено. Все. 30 секунд. Бонг прозвучал. Ты пошел работать. 30 секунд. Пропрыгал. Второе упражнение. 30 секунд отдохнул. Переходишь к следующему. В упоре лежа. Отжимаемся. С отрывом кулачка от пола. И это делаем сразу. То есть, одновременно делаем небольшую набивку кулачка. Он отрывается. И в пол туда. Если болят кулачки, пробуй делать на чем-то мягком сначала. Подстелить какие-то коврики. А потом уже делать. Следующее упражнение. Просто подъем корпуса. То же самое. 30 секунд. Максимально быстро. Стараясь заработать корпус. И следующее упражнение. Это для бушачьей прыжки. То есть, твоя задача. Сесть. Ручки опущенные. Сделать приседания. Руками дотронуться до пола. И отсюда выпрыгнуть. То есть, выпрыгаешь тогда, когда руки дотрагаются до пола. Это заставляет тебя делать глубокий присед. Ноги наклонятся. Потому что многие профессионалы зашарятся. Просто наклоняются. И отсюда выпрыгнуть. Паралитики, короче. Четко приседаем с ровной спинкой. Руки до пола. Выпрыгаем. Следующее упражнение у нас без отжиманий. Прыжком. Ладошки вместе. Ладошки в рост. То есть, стоят ладошки вместе. Мы прыгаем в рост. И постоял. 30 секунд. Вот таких 5 упражнений. Это один круг. Таких кругов нужно сделать от 2 до 5. Отдых между кругами одна минута. На этом наша сегодняшняя тренировка закончена. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Жми колокольчик. Чтобы получать новые тренировки. Сразу ничего не пропускать. Держать режим. Четко заниматься. Делись этим видео с друзьями. Которые лежат на диване. Обжираются. Пивасиком с щипцами. Ну и конечно забирай видеокурсы в описании под видео. Есть много разных видеокурсов на разные темы. Которые обязательно тебе будут полезны. Настойчивости в тренировке. И до встречи на следующей тренировочке. Субтитры сделал DimaTorzok